Работа на этом объекте Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и концерн «Беллесбумпром» выработали схему завершения проекта, которая предусматривает запуск завода отдельными пусковыми комплексами. Это решение, как оптимально, в прошлом месяце одобрил Президиум Совета Министров. На завершение работ потребуется около 83 миллионов долларов. Ввод в эксплуатацию этого производства позволит значительно увеличить объемы выпуска импорта замещающих картонной продукции, предназначенной для создания бумажной упаковки для различных отраслей промышленности. А также удовлетворить внутренние потребности. Этот вопрос президент Белоруссии обсуждает с руководством концерна «Беллесбумпром». 150 тысяч пойдет на экспорт. Я могу сказать, что у нас есть проекты контрактов или соглашений. Но, наверное, когда появится картон, тогда мы будем предметно говорить с покупателями. Но рынок есть? Конечно. Так я же говорю, на постсоветском пространстве такого производства нет. Вот ближайшее действующее производство, вот они в Польшу ездили, 220 тысяч тонн, в Польшу производится картон. И вот мы завозим на Гродненскую табачную тот картон и делаем упаковку огромной объемы для сигаретного производства. Сможешь ли ты произвести это, если ты получишь кредит хороший? Конечно. Ну, хорошо. Значит, думайте. Я не думаю, что нам особо надо упирать на частника, хотя это хорошее производство. Частник с удовольствием пойдет. Предложить ему нормальные условия, он с удовольствием пойдет. Здесь условия созданы. Декрет номер 6 и номер 10 президента позволяют добру, что это населенный пункт для развития бизнеса. Тут частник с удовольствием пойдет. Ну, так предлагайте. Если пойдет, проводите конкурс. И надо развивать это производство. Если не пойдут, не теряйте время. Начнем сами. Одну-две машины сразу поставим. И производство открывайте. После ознакомления с состоянием дел президент принимает решение. Проект по строительству завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона должен быть реализован уже в этом году. До конца года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, создадим систему управления и начнем работать, отметил Александр Лукашенко. При этом значительная часть работ будет проведена белорусскими предприятиями. Исключение составит только непосредственно запуск оборудования. Для этого будет привлечена австрийская компания. У нас есть некоторые проблемы с конечным этапом вот этой машины, мелованием. Мы не умеем работать. Мы никогда не работали с мелованием. Поэтому мы договорились с западной фирмой. Она нам запустит все это оборудование. Тем более она нам часть оборудования на этот завод, на эту фабрику поставляла. Энергетики отладят окончательно, энергетические установки. А все остальное здесь готово. И водоочистка. Поэтому в 2020 году мы полностью введем в эксплуатацию эту фабрику. Задержка была небольшая в связи с тем, что мною не был подписан указ. А подписывать я не мог его, потому что я не видел, что здесь происходит. В темную я не собирался ничего делать. Поэтому будем действовать. Все для того, чтобы это предприятие работало, у нас есть. Во время посещения бумажной фабрики президент ответил на вопросы журналистов. В частности, Александр Лукашенко поделился некоторыми подробностями встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Мы два часа один на один вели разговор. Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Это был действительно, я вам скажу, дружеский такой обмен мнениями. Он говорил мне откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. И в конце он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Они это знают. Он мне сказал, не волнуйся, мы Беларуси поможем. Еще один вопрос журналистов касался ситуации с эпидемией коронавируса. По словам Александра Лукашенко, главное, что требуется от населения – соблюдать правила личной гигиены. Все остальное сделают учреждения здравоохранения, у которых есть все возможности не допустить распространения заболевания в Беларуси. Гвалт сегодня устраивать и делать из Китая какого-то изгоя. Ну, во-первых, не получится. Китай – это империя. А во-вторых, надо спокойнее на это реагировать. Поэтому все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обеспасить себя, своих детей, особенно деток маленьких. А насколько это возможно, а возможности у нас такие есть, государство свои обязанности выполнит. Не должно быть… Вот молодцы, чем мне беларусы понравились? Недавно в СМИ была информация, никто не побежал там хватать эти маски, как в России. В 35 раз маски на морднике, я называю, подорожали. В 35 раз несчастная эта маска подорожала. Даже спокойно надо. Кому-то купили, у кого-то дома они всегда есть. Ну, у кого нет, у кого детишки маленькие, обязательно эти маски есть. Никто не бегает, не мечется. Ну, ведут себя как цивилизованные люди. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно. В этот же день президент Беларуси посетил Дубровский фарфоровый завод. Александр Лукашенко убежден, что продукция предприятия будет востребована всегда. Поэтому важно, чтобы производство не утратило рынки. Сейчас более 75% продукции поставляется на экспорт. Основные проблемы здесь связаны с переоснащением производства, что требует значительных капиталовложений. Вместе с тем на фарфоровом убеждены – это временные трудности. Учитывая, что приобретается только самое современное оборудование, продукция будет еще более конкурентоспособной и востребованной на новых рынках. 76% у нас экспорта за прошлый год. Основной рынок – это Российская Федерация. 85% из всего экспорта. 4,5% – это Украина, 4,5% – Казахстан. И остальные – это страны Европы. Но потихоньку мы они наращивают. Вот как я и озвучил главе государства, если мы вступаем ВТО в этом году, то пошлина на нашу продукцию, которая сейчас составляет 13%, она уйдет. Соответственно, мы станем более конкурентны на европейских рынках. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.